Открыт для всех видов транспорта. Зимняя трасса Наринма-Русинск официально открыта для функционирования. На страже закона и порядка работники прокуратуры отмечают 295 лет со дня основания. С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. Автозимник Наринма-Русинск пригоден для проезда всех видов транспорта. Такое заключение сделала специальная комиссия, которая проехала по всей трассе от отсыпки до пункта весового контроля. В состав комиссии вошли представители департамента ШКХ и строительства, дирекции транспорта, прокуратуры, ГИБДД и депутаты окружного собрания. Вместе с ними 470 километров проехала и наша съемочная группа. Мария Владимирова продолжит. Зимняя автодорога Наринма-Русинск официально берет свое начало с так называемого нулевого километра сразу после отсыпки. Протяженность трассы длиной 86 километров в ближайшие три года будет содержать Наринмар-Доримстрой. На начальный этап работ, собственно само строительство зимней дороги, предприятие наняло двух субподрядчиков. Первые 55 километров строит индивидуальный предприниматель из Наринмара Александр Колыбин. Еще 31 километра Усинская ДРСУ. Проводил полностью. Залит зимник. Залит. Еще есть по обстановке кое-где знаки там доставляются. Вот так как они были выставлены ранее, снега еще не было. Ну попадали их по второму разу, то есть выставляем. Вот. И докатка зимника. Сейчас снег вот выпал. Вот более-менее метели. Докатка зимника до нужных параметров, до твердости. А так зимник залит. Проходим. Сейчас на зимнике работает 23 единицы техники. В том числе два крана, манипулятор, который вытягивает застрявшие машины, патрульные уазики и триколы. В этом году на зимнике сделано все для удобства водителей и пассажиров. Это так называемый нулевой километр зимника. Здесь находится один из трех дорожно-ремонтных пунктов. Как он выглядит? Это несколько балков, один из которых предназначен для обогрева. Там организовано место для приготовления пищи. Можно попить горячего чая или кофе, или просто-напросто согреться. Другой балок предназначен для технической помощи. Если ваша машина застряла или сломалась на зимнике, отсюда непременно последует помощь за вами. Водитель со стажем и постоянный участник движения по зимней автодороге Виктор Попов засел на первых километрах зимника. Машина с прицепленной лодкой не преодолела небольшой подъем. Скажите, пожалуйста, что у вас за неприятность тут произошла? Застряли немножко. Ну так, в принципе, ничего. Подъем был бы получше, так и все нормально было бы. Ну и теплая погода еще. Ну это первое место, где вы так вот застряли? Пока первое, да. Пока первое. Дальше не знаю, что там будет как. Ну дорога тяжелая, в принципе. Рама лопнула. Тяжеловатая. Кочек-кочек много, снега мало в тундре. И как дальше? Дальше? Потихоньку. 20 километров в час вроде идет. И это единственный участок трассы, где имеется небольшой перемет. Дальше дорога гладкая, как стекло, но с кочками. Виной всему отсутствие снега в тундре на первых 55 километрах. Особенность первого участка дороги состоит в том, что он тундровой. Там гораздо меньше снега. Это раз. Второе. Там много дамб. Порядка 40. Поэтому задача подрядчика заключалась в том, чтобы в первую очередь оборудовать вот эти дамбы. А потом уже делать последующие работы. Для чего? Для того, чтобы не ставить трактора и не вытаскивать. Соответственно, если бы пурга, вот через эти дамбы мы бы сегодня не проехали. На втором участке, протяженность которого 31 километр, качество дорожного полотна лучше. Больше снега, шире пролита дорога до 15 метров. Сейчас идут работы по выравниванию и вешкованию. На данном участке, который наше предприятие занимается строительством, протяженность участка 31 километр ориентировочная. На данном участке две водных преграды. Это речка Харьяшка и Ланя. Соответственно, производится и наращивание ледовой переправы для тяжелого транспорта. И, соответственно, подъем самой переправы, чтобы беспрепятственно был проезд. На данном участке, на данное состояние зимника проезжие для всех видов транспорта. Несмотря даже на такую погоду, минус 8, минус 7, после метели, вчерашние, как бы зимние показывают себя в нормальном состоянии. Работа на зимнике кипит. Буквально на каждом километре тяжелая техника. 9 водовозок каждые 20 минут заправляют емкости и уходят на заливку. Самая сложная работа по обустройству позади. Сейчас остается устранить некоторые недоработки, на которые указали сотрудники госавтоинспекции. Так необходимо установить знаки на подъемах и спусках, обозначить повороты и опасные повороты. Недоработки, естественно, будут устранены, а как бы они возникли по причине аномальных холодов, скажем, и малоснежности. Малоснежности, это, сами видите, в тундре все кусты, все наружу, а земля промерзла, буквально ее приходится бурить. В ближайшее время знаки будут стоять, также поставим информационное табло, оно как бы прилетело в город. Я думаю, дело, ну, не двух, максимум трех. Люди работают, вы сами видели, вода работает, зимник кипит, поэтому все будет отлично. Специальная комиссия оценила состояние зимника от отсыпки до пункта весового контроля, пройдя в обе стороны почти 470 километров. С учетом всех остановок на преодоление трассы ушло 11 часов, время хорошее. Зимник пригоден для проезда всех видов транспорта. Сейчас будем сравнивать с проектом количество знаков, количество ДРП, приспособленность ДРП для приема пострадавших. Все это, конечно, будет оцениваться и после этого делается вывод. Но в целом, для того, чтобы открыть движение и снизить напряжение, я считаю, что это уже выполнено. О состоянии зимника можно будет узнать непосредственно перед выездом. Одно информационное табло уже установлено на нулевом километре со стороны республики Коми. Второе появится в ближайшее время на Лаевожской дороге в районе асфальтобетонного завода. Мария Владимирова, Антон Водряков, Телеканал Север. 12 января органы прокуратуры России отмечают 295 лет со дня основания. В этот день, в 1722 году, в соответствии с указом Петра I, была учреждена российская прокуратура. Перед новым органом ставилась задача уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядка в делах, неправосудие, взяточничество и беззаконие. С профессиональным праздником личный состав прокуратуры Ненецкого округа поздравил глава региона Игорь Кошин. Изменения политического строя, экономические и общественные преобразования в эти годы внесли серьезные коррективы в определении приоритетов деятельности органов ведомства. В первую очередь, это касается защиты конституционных прав и свобод человека, интересов общества и государства, обеспечения законности борьбы с коррупцией, подчеркнул Игорь Кошин. Являясь координатором всех правоохранительных органов, сегодня прокуратура бдительно следит за правопорядком, надзирает за работой исполнительной, законодательной и судебной властей. В настоящее время в прокуратуре Ненецкого автономного округа созданное дело по надзору за соблюдением федерального законодательства, по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами, по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью и ряд других. В штате ведомства предусмотрено 30 должностей прокурорских работников и 8 должностей Государственной гражданской службы. В России стартовал год экологии. В Краеведческом музее события отметили торжественным закрытием выставки и подписанием договора с заповедником Ненецкий. За вклад в развитие культуры Ненецкого округа в регионе стартовал конкурс для деятелей культуры и искусства. В России стартовал год экологии. Начало большой работе в сфере природоохраны положил визит министра природных ресурсов и экологии России в центр Байкал-Заповедной в Бурятии. По словам Сергея Донского, в этом году многие регионы перейдут на новую систему работы с твердыми коммунальными отходами. Появятся новые современные полигоны и мусороперерабатывающие предприятия. В Ненецком округе год экологии открыли в Краеведческом музее торжественным финисажем. Год экологии в Ненецком округе стартовал с закрытием выставки «Архипелаг». Фотографии и экспонаты, предоставленные Национальным парком «Русская Арктика», показывают, насколько хрупка и прекрасна северная природа. Конечно, остаться равнодушным невозможно, наверное, потому что картины, фотографии, предметы очень интересные, яркие, необычные. Несмотря на то, что это Арктика, нам кажется, что там кругом белый цвет, ничего подобного. Там удивительное буйство красок, там растения, там интересные животные, там удивительные ледники просто фантастические. Сохранить и преумножить богатство Арктики – главная задача предстоящего года. Заповедник Ненецкий и Ненецкий краеведческий музей работают в этом направлении сообща. Многолетнее сотрудничество две организации решили закрепить официально. Это соглашение, в общем-то, оно даст то, что официально на нашей территории заповедника работники музея могут проводить научные исследования, исследования исторического плана. У нас есть на территории несколько мест, где ввелся зверобойный промысел, осуществлялась рыбодобыча в старые времена. В общем-то, мы знаем об этих местах, но не знаем историю. И поэтому сотрудники музея помогут нам в этом деле. Ближайшее совместное мероприятие – марафон по Нижнепечорским поселениям. Сотрудники организации проведут эколого-просветительские встречи с населением и расскажут об особо охраняемых территориях Ненецкого округа. Летом научные сотрудники продолжат исследовательскую деятельность на территории заповедника. Это шаг к определенной ответственности между нашими двумя организациями за совместную работу в области экологического просвещения нашего населения, воспитания экологической культуры среди подрастающего поколения, но и в области наших совместных исследований. Расширение сотрудничества в сфере экологии уже вышло за рамки Ненецкого округа. В ноябре 2016 года Краевеческий музей заключил соглашение с Фондом защиты дикой природы в России. Ранее были заключены подобные акты дружбы с Федеральным центром детско-юношеского туризма и Международной академией детско-юношеского туризма. Это позволит Ненецкому округу принимать участие в различных проектах и быть в курсе событий в мире экологии. В Ненецком округе стартовал конкурс на соискание премии за вклад в культуру региона. Ежегодный конкурс на соискание премии проводится в пяти номинациях «Искусство», «Библиотечное дело», «Музейное дело» и «Охрана памятников», «Народное творчество», «Декоративно-прикладное искусство». Участниками конкурса могут стать юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели. Прием документов от соискателей ведет Департамент образования, культуры и спорта. По окончании приема материалы выносятся на рассмотрение коллегии профильного окружного ведомства. Как правило, премии победителям вручаются ежегодно до 1 апреля и приурочивают к профессиональному празднику работников культуры. Накануне 14 января спасатели рассказывают, как правильно зажечь в праздничную ночь и не пострадать от пиротехники. Он снова в двери к нам стучится. Завтра в ночь с 13 на 14 января в России отметят Старый Новый Год. Ежегодно в нашей стране его празднуют почти 40% россиян. Когда появилась эта традиция и почему в России Новый Год отмечают дважды, узнала Любовь Пермякова. Начало празднования Нового Года следует искать в глубокой древности. Так на Руси Новый Год совпадал с началом возрождения природы и в основном был приурочен к марту. Его встречали как праздник весны, солнца, тепла и ожидания нового урожая. Когда на Руси в конце 10 века приняли христианство, Новый Год стали встречать по византийскому календарю. 1 сентября, в самом начале осени. Накануне 1700 года русский царь Петр I издал указ праздновать Новый Год по европейскому обычаю 1 января. Но в 1918 году Советская Россия была вынуждена перейти на григорианское летоисчисление, чтобы устранить пугающую разницу во времени между Европой и Россией. Однако Русская Православная Церковь с большевистским календарем не смирилась и до сих пор живет по старинному стилю, по нему же отмечая Рождество и Новый Год. Так образовались два празднования Нового Года по новому и старому стилю. На Руси этот праздник особенно любили. Старый Новый Год приходится на зимние святки. 13 января – это так называемый Васильев вечер. Считалось, что гадания в этот вечер самые правдивые. Незамужние девушки гадали на суженого. Считалось, что загадает девица красная под Василия. Все сбудется, а что сбудется, не минуется. Одно из самых популярных гаданий – гадание на суженого. Берем 4 стакана, наполовину заполненные водой. В один кладем соль, в другой – сахар, в третий – опускаем кольцо, а в четвертый – ничего не кладем. Гадающая должна не глядя выбрать один из стаканов. Как сладко! Значит, весь год будет сладко жить. Теперь я. Подожди. Готово? Давай. Кольцо! Ай, какая красота! Если незамужняя девушка вытягивала в этот вечер кольцо, жених обязательно являлся. А еще в деревнях девушки снимали с левой ноги валенок и бросали его за ворота, наблюдая при этом, куда башмак ляжет носком. В какую сторону ляжет носок башмака, в той стороне жених и живет. Праздник также сопровождался непременным застольем, главным блюдом которого была кутья – каша из зерен риса или пшеницы, заправленной орехами, маком и медом. Еще хозяйки пекли блины и пироги, готовили вареники, жарили поросят. Собравшиеся за одним столом желали друг другу здоровья, семейного благополучия и богатого урожая. Затем пели щедривки, застольные песни. А еще наши предки говорили, что как проведешь этот день, так и год пройдет. Так что у каждого из нас есть шанс задать предстоящему году хорошее настроение. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север». В каждом городе Старый Новый год по традиции будут встречать яркими фейерверками и петардами, которые, как показывает статистика, очень опасны. Как правильно зажигать в год огненного петуха и при этом не пострадать, смотрите в следующем материале. Петарды-то! Спали, к счастью, никто не пострадал. Чтобы год огненного петуха снова не дал так о себе знать, сотрудники МЧС еще раз обращаются к жителям округа. Хотим еще раз напомнить по правилам эксплуатации пиротехники, это выбрать площадку наиболее свободную от объектов, от линии электропередач, от автомобилей. Ни в коем случае никакой пиротехникой нельзя пользоваться вообще в помещениях. То есть там корпоративы, кто-то дома пытается это делать. При выборе пиротехники в магазине следует обязательно ознакомиться с инструкцией, чтобы она была читабельна, чтобы все было понятно, чтобы посмотреть упаковку, ее целостность. Можно даже попросить сертификат, либо копию сертификата у реализатора. Также, по словам сотрудников МЧС, никакой пиротехникой нельзя пользоваться в помещениях, нельзя запускать ее при сильном ветре, направлять настроение и людей, запускать фейерверки из рук или бросать петарды под ноги. Ни в коем случае не давать обращаться с пиротехникой детям. То есть есть там так называемые добрые родители, которые детям позволяют участвовать в этом, но все должно иметь свой разумный предел. То есть как-то обознатели, что дети участвуют, многие хотят помочь, но родители на безопасное расстояние детей отвели, сами подожгли фитиль, сами все это контролируют. Каждый Новый год десятки детишек получают увечья разной степени тяжести из-за неосторожности родителей и бесконтрольного использования фейерверков. Вот последняя статистика. Только в этом году в России за новогодние праздники от пиротехники пострадало более 50 детей. В Москве 6 детей. Четверым из них потребовалась госпитализация. В Самарской области две девочки 4 и 5 лет получили травы бедра и глаза. В Казани из-за неправильной эксплуатации 9-летний мальчик получил рваную рану кисти. Чтобы избежать таких трагедий, соблюдайте вышесказанные правила. Ведь самый лучший праздник – праздник без травм. Любовь Пермякова, Вадим Носкин, телеканал «Север». У жителей Нарейнмара будет возможность встретить Старый Новый год на льду. В спортивной школе «Труд» пройдет 7-й балл «Маскарад». Новогоднее массовое катание состоится 13 января. На праздник приглашают всех желающих. По традиции пропуском на ледовую арену станет маскарадный костюм. Спортшкола обеспечит бесплатный прокат коньков. Кроме того, там можно будет согреться горячим чаем и кофе, приобрести кондитерские изделия. Также гостей праздника ждет игровая и творческая программа, которую подготовили для участников бала сотрудники Дворца культуры Арктика. Открывается бал «Маскарад» в 19 часов в Ледовом дворце «Труд». Такова была информационная картина этого дня. Увидеть новости вы можете также на нашем сайте по адресу www.trk.sever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.